Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для UBA. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него будет как всегда в описании. Перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10 или 15 секунд и в принципе можете выходить с него. Потом заходим во вкладку Exploits, если у вас нет никакого чита, и скачиваем любой предложенный чит. Либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Splash. Далее после того, как скачали какой-то чит, пишем в поиске полное название этого режима, нажимаем поиск. И вот все скрипты, которые есть на данном сайте. Вот этот скрипт я уже показывал, если не ошибаюсь. Сегодня в ролике буду показывать вот этот. Кстати, а вот если написать коротко UBA, найдет или нет? Давайте проверим просто ради интереса. Ну, по идее, я думаю, должен найти. Нашел, короче, но именно вот эти скрипты, которые в скобочках написаны UBA. В принципе, я в скобочках везде добавлю тогда UBA, чтобы было легче найти. Так, ладно. Значит, для того, чтобы получить скрипт, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, здесь все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, заходим в настройки чита. И обязательно проверяем, чтобы у вас была включена функция FixKickError. Если этой функции у вас не будет включена, то, скорее всего, у вас кикнет с роблокса, когда вы будете использовать чит. И зайти вы сможете только через час. Ну, точнее, спустя час. Пока эта ошибка не пропадет. Вот. Дальше выбираем DLL от Cronel. Также напомню то, что DLL от Cronel используется с ключ-системой. Нужно будет получать ключ. Ключ я уже сегодня получал. Мне его просить не будет. Значит, я нажимаю Inject. И ждем, пока заинжектимся. Все, отлично, Inject прошел. Дальше я вставил скрипт в сам чит. И нажимаем кнопочку Exclude. Ждем, пока загрузится скрипт. Не знаю, сколько ждать. Ну, примерно около минуты. Может быть, сейчас быстрее загрузится. Всегда по-разному. Вот. Отлично. Ну, около минуты, короче, грузился. В принципе, функций довольно много. Все, естественно, показывать не буду. Такие самые основные. Еще сразу скажу то, что я особо за этот режим не шарю, что-то делать нужно вообще, как играть и так далее. Так что не судите строго. Давайте, во-первых, посмотрим, есть ли Speed, Jump и Fly по идее должен быть где-то в этих функциях, скорее всего. А может быть, его здесь и не будет, кстати. Я вот просто не помню, есть он здесь или нет. Вижу, God Mode есть. Invis, то есть невидимость. Да, вот, есть скорость. Отличный. Ставим, давайте, на максимум. Не успел убежать. Тихо. И включаем, получается, Walk Speed. Вот здесь галочку ставим. Что-то не срабатывает, странно. А, вот здесь надо включить. Так, и смотрим. Меня кто-то убил. Окей. А что происходит? Не понимаю. Типа это слишком большая скорость или что? Ну, давайте поменьше поставим, попробуем. Так, опять включаем и смотрим. Я не понимаю, почему-то я превращаюсь в какого-то зомбака, как я вижу. Почему-то не хочет Walk Speed работать. Что происходит? Вообще не пойму. Окей. Может быть, баг какой-то. Возможно. А может быть и нет. Давайте посмотрим, работает Jump или нет. Так, вот так я сейчас прыгаю. Тоже Jump не хочет работать. Но очень странно. Окей. Скорее всего, значит, эти функции не работают. Как я понимаю. Вот. Ну, я думаю, они особо здесь и не важны. Самое главное, это автофарм, как я понимаю. Получается, выбираем какого-нибудь моба. Ну, вот, вампира выберем. И нажимаем Enable. Вроде так переводится. Как видите, я тпкнулся к этому мобу, которого я выбрал. И мы его автоматически атакуем. Естественно, он нас тоже атакует. Так. Здесь вот какие-то буквы идут. Не знаю, для чего, честно, они нужны. А, это скиллы. Окей. То есть, это автоматически юзаются скиллы всякие разные, которые у вас есть. Также есть Level Farm. Давайте пока этот отключим и посмотрим, как работает Level Farm. Меня, получается, тоже тпкнуло на какого-то моба. И я начинаю его дамажить. Но, как я понимаю, кстати, этот моб такой довольно слабенький и он меня вообще не дамажит. И мы, получается, на нем фармим уровень. Прикольно. Также есть фармбоссы. Так, авто фармлевел я отключил уже. Да, я отключил. Но почему-то он до сих пор фармит. Как мне отстать от него? Так, давайте ресот сделаем. Надеюсь, поможет. Нет, не помогло. Так, опять включим, выключим. По идее, должен фарм остановиться. Не понимаю, что происходит. Вот, все, остановили. Отлично. Короче, чтобы фарм остановить, нужно вот эту вот функцию использовать. Вот так она называется. Уже читал ее. Так, убегаем отсюда. Ну, скорее всего, я не успел убежать. Они меня очень быстро догоняют. Ладно, смотрим фармбосса. И автофармбосса, как я понимаю, скорее всего, не работает. Либо опять эту функцию нужно включить, чтобы заработало. Нет. На босса фарм, скорее всего, не работает. Да. Ладно, какие тут функции остались? Кстати, давайте попробуем включить годмод. Где-то я его здесь находил. Где-то он должен быть. Вот, включаем. И смотрим, сейчас смогут меня вот эти мобы дамажат или нет. Но, по идее, не должны дамажить. Так, ну, дамаг по мне вроде проходит, если не ошибаюсь. Да, меня убили. И игра зависла. Короче, годмод лучше не использовать. Ладно, в принципе, не буду задерживать никого больше, потому что там еще дофига функций остались. Я думаю, в принципе, все функции показал. Основные, которые нужны, это автофарм, скорость, джамп, но почему-то скорость и джамп не захотели работать. Может быть, у вас будет работать. Вот. В принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,